Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Вот, номер 24. Номер 24. Послание к римлянам, 10 глава, 20 стих. А Исаия смело говорит, Меня нашли не искавшие меня. Я открылся не вопрошавшего мне. Толкование блаженного ферфилакта. Сказав, что Моисей говорит первый, упоминает о другом пророке, который говорит тоже яснее и более открыто. Исаия смело говорит, то есть усиливался высказать истину во всей наготе и лучше подвергнуться опасности, нежели молчать. Меня нашли не искавшие меня, и которые не вопрошали бы мне. Исаия, 65 глава, 1 стих. Кого Моисей называл народом несмысленным, тех Исаия наименовал не ищущими и не вопрошающими, то есть невеждами и врагами знания. Итак, из всего этого иудеи должны были понять, что они отвергнуты, другие приняты. Комментарий Игнатия Лапкина. Когда говоришь о проповеди Библии, то православный смотрит на тебя с большим подозрением. Ты не только рискуешь быть непонятым, но тебя с легкостью объявят врагом православия. Но проповедь Библии да прозвучит через каждого, в первую очередь в среде православных. Лучше подвергнуться опасности, нежели молчать. Римлянам, 10 глава, 21 стих. Об Израиле же говорит. Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному. Толкование. Дабы иудеи не имели права сказать Богу, ты найден язычниками, а с нами не хотел обращаться. Пророк присовокупляет. Я целый день, то есть во всякое время, простирал руки мои, то есть привлекал вас, но вы оказались народом непослушным и упорным. Следовательно, вы виноваты, а не я. Я простирал руки свои к вам и призывал вас, а вновь вы не послушались. Отсюда видно, что израильтяне и слышали, и знали, но не хотели покориться. Комментарий Игнатия Лапкина. Совершенно неожиданно для нас самих мы получили глубокое внутреннее убеждение, что нужно издать Новый Завет с толкованием святых отцов, с комментариями, и отныне уже никто не скажет, что они не замечали, не выделяли эти слова в Писании и в толковании блаженного Феофилакта. Это слова о крайней необходимости проповеди Евангелия. Проповеди о жертве, принесенной Сыном Божиим, о пролитой за наши грехи при чистой крови Его. Проповеди в живой, вдохновенной, которую должны нести в мир все христиане. Отныне о всех читающих это будет сказано. Они и слышали, и знали, но не хотели покориться. Послание к римлянам, 11 глава, 1-2 стих. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Ильи, как он жалуется Богу на Израиля, говоря... Толкование. Назвав иудеев народом непослушным, представляет себя сомневающимся, говоря, неужели обетования Божьи не исполнились от того, что народ израильский сделался непослушным? Нет, отвечает. Бог не отверг народа своего, который он наперед знал. То есть, о котором знал, но что он способен к принятию веры. Ибо и я, израильтянин, потом, дабы не возразил кто, «Разве ты один составляешь народ?» Присовокупляет. Не отверг Бог народа своего. То есть и другие. Кроме меня, есть три тысячи, есть пять тысяч. Есть великое множество из народа, которые уверовали, как показывают деяния апостольские. Вторая глава, сорок первый стих, четвертая глава, четвертый стих, деяния апостолов. И пятая глава, четырнадцатый стих. Римлянам, одиннадцатая глава, третий, четвертый стих. «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили. Остался я один, и мои души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени предвалам, валам». Толкование. Апостолу могли возразить, «Что ты, Павел, говоришь? Неужели в трех, пяти тысячах велико множество людей полагает, что это тот народ, который подавляется песку и звездам?» Поэтому говорит, «И при Иллии спаслось не более семи тысяч, но и Иллия не знал их, и теперь, вероятно, есть много уверовавших». «Если вы не знаете их, это не новость, и Иллия не знал тех». Присемь неприметно касаясь словом другого предмета показывает, что совершенное ими убийство давно свыше предсказано. Именно, дабы не сказали они «мы убили Христа как обманщика», спрашивает, «как же убили ветхозаветных пророков предки ваши? Неужели и те были обманщики? Они смело огорчали? Ну как же предки ваши раскопали алтари? Неужели и алтари оскорбляли? А как домогались убить самого Илью, ревновавшего об иудеях, славившегося чудотворениями? Если же в те времена, когда так много было порочных людей, Господь избрал для себя только семь тысяч, как показывает Писание, то есть откровение и Слово Божие, то отнюдь ничего нет нового, если Он и теперь избирает только достойных? Это объясняет и далее. Послание к римлянам, 11 глава, 5 стих. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился отстаток. Толкование. И теперь, говорит, есть остаток, то есть наилучшее. Когда провивают смолоченное, то в остатке бывает зерно. Так точно и Бог отвергает дурных, оставляет себе достойных. Когда сказал по избранию, то показал старания спасаемых, потому что они сделались достойно избрания вследствие их старательности. А когда сказал благодати, то означил дар Божий. Послание к римлянам, 11 глава, 6 стих. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Толкование здесь показывает, что неуверивавшие из евреев не имеют никакого извинения. Вы не можете говорить, сказать, что Бог требовал от вас дел и трудов. Все есть дело благодати. Почему же не хотите вы спастись, когда такое благо предлагается вам без требования от вас трудов? Поэтому кто захотел, те и спаслись. эти-то и составляет народ Божий. Значит, Бог не отверг народа своего, достойного спасения. Если бы мы благоугождали Богу делами, то благодать была бы уже неуместна. А если есть место для благодати, то нет уже дела. И дело не есть дело. Ибо где благодать, там не требуется дело, а где дело, там нет благодати. послание к римлянам 11 глава 7 стих. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Полкование объяснив, что такое благодать, то есть, что она есть дар Божий помимо дел, говорит, что израильтяне, ища праведности, не получили ее, потому что искали ее худо, и это дел, чем невозможно получить ее. Избранные же получили. Словом, получили показывает величие, благ, и то, что все есть дело благодати Божией. И мы в обыкновенной беседе говорим, он получил прибыль, то есть, приобрел выгоду без труда. Послание к римлянам 11 глава 8 стих. Как написано, Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня. Толкование. Свидетели ослепления их приводит Исайю, дабы не показалось, что он говорит свое. Слова Бог дал, сказанным вместо предоставил, то есть, позволил, попустил им иметь дух усыпления. Бесчувствием же называют такой навык души к злу, который неисправим и не применяем. Ибо быть бесчувственным значит приразиться или прилепиться к чему-нибудь. Они, имея глаза, чтобы видеть чудеса и уши, чтобы слышать учения Господня, ни теми, ни другими не воспользовались как должно. так поступили они не в отношении к одному Христу, но и в отношении к апостолам. Даже до сего дня сказано римлянам 11 глава 9-10 стихи «И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенет ими и петлею возмездия им, да помращаться глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Толкование. Так как они, говорит, неприменяемы в злобе, то будут подвергнуты крайнему наказанию. Трапеза их, то есть все блага и забавы превратятся в противное. Они будут улавляемы в сети и пойманы, сделавшись легко пленяемы и одолеваемы всеми и всегда имеют в жизни свои соблазны и преткновения. А дабы видно было, что они потерпят это за грехи, сказал возмездие. Кроме того, от бедствий помрачились очи их, как душевные, так и телесные. Их ребет их согбен, ибо они находятся в таком рабстве у римлян, который никогда не кончится. Это значит слово навсегда, то есть они никогда не освободятся от рабства того. В римлянам 11 глава 11 стих. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем падать? Никак. Но от их падения спасти неязычникам, чтобы возбудить в них ревность. Толкование. Достаточно укорив иудеев, придумывая теперь для них утешение. И спрашивает, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? То есть, неужели они согрешили так, что нельзя уже врачевать их никак? Они приткнулись, однако падение их было не таково, чтобы не было средства поправить дело. Во время кончины мира, как далее скажется, и они спасутся, здесь желают выполнить две задачи. Во-первых, утешить иудеев, а во-вторых, обуздать надмене язычников. Говорит, спасение стало достоянием язычников, когда иудеи приткнулись и не уверовали. По порядку следовало сперва спастись иудеям, а потом язычникам. Но поскольку иудеи оказались неверующими, то избраны язычники. На это указывается и во многих местах Евангелия. А спасены язычники, чтобы возбудить в них ревность, то есть дабы иудеи уязвились честью, оказанной язычником, и убедились прийти ко и соревнования к ним. Послание к римлянам, 11 глава, 12 стих. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их толкования. Если говорит иудеи приткнувшись приготовили спасение язычникам, и язычники были приняты, когда иудеи были отвергнуты, и падение иудеев стало богатством язычника, то тем более полнота их, то есть, когда они, обратившись, все спасутся. Так говорит в приятность иудеям и в утешении их. Ибо хотя иудеи пали, однако язычники не спаслись бы, если бы не имели веры. Римлянам 11 глава 13-14 стихи Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославлю служение мое, не возбужу ли прославляю служение мое, не возбужу ли ревность сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них. Толкование. Опять утешая иудеев сокрушает надмение язычников, говоря, хвалю вас по двум причинам. Во-первых, потому что быв поставлен в учителя вам, имея нужду прославлять служение мое, то есть вас, а во-вторых, потому что имея в виду возбудить крепности сродников моих по плоти иудеев. Словом, плоть показал свое родство с иудеями и нежную любовь свою к ним. И не спасу ли и не сказал всех, но некоторых, ибо неприметно обнаруживает их жестокосердие, потому что могло остаться, что некоторые, воспламенившись соревнованиями, будут подражать язычникам и уверуют. Римлянам 11, глава 15, стих. Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых. Толкование «Если прогневавшись на них столько даровал другим и сделал врагов друзьями, то чего не даруют, когда примет их, тогда будет жизнь из мертвых, то есть нескончамое благо, ибо на них указывает словом «жизнь». Вместе с этим намекает и на нечто возвышнейшее, именно на то, что как воскресенье из мертвых будет зависеть не от принятия иудеев, так и спасение других будет зависеть не от них же, если те не будут иметь веры. Все это говорит, казалось бы, в пользу иудеев, подавая им освежающее питье, как часто поступают врачи с тяжко больными. Римлянам 11 глава 16 стих Если начаток свят, то и целые, и если корень свят, то и ветви толкования. Начатком и корнем называют патриархов, а целым и ветвями тех из потомков их, которые уверовали. И так утешает неверующих евреев, говоря, и вы будете святы, если уверуете. Ибо необходимо, чтобы целые ветви были подобны начатку, то есть то начатку, а эти корню. Если же вы не уподобились им, то это служит признаком великой порочности. Римлянам 11 глава 17-18 стихи Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и соком ослины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Толкование Отломившимися ветвями назвал неверных евреев, ибо они сделались недостойными святого корня. И прекрасно сказал отломились, ибо никогда Бог не отвергал их так, хотя они многообразно грешали. А вместо их отломившихся привит, говорит, ты, язычник, не сказал ты посажу, но привился. И тем уязвляет иудея и показывает, что на древе иудея, то есть на патриархах, стоит язычник, и стал общником корня и сока, то есть достиг от Бога одинаковых с иудейскими благородства и слава. Итак, не превозносись и не тщеславься пред ветвями, что же польза от этого отломившегося свя ветви, ведь держать свойственно корню. Видишь ли, как только по видимости хвалят иудеев, стараясь лишь утешить их. Впрочем, и этим поощряют иудеев к ревности, показывая понесенный ими вред и то, как другие получили их собственность и владеют ею. Римлянам 11 глава 19-20 стихи Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Толкование. Здесь доказывает, что язычники не потому избраны на место иудеев, что иудеи согрешили, но за веру, которую обнаружили язычники. Итак, где, казалось бы, не излагать язычника, там показывает, что падение иудеев было неизвинительно, но исправляет он тех и других. Ты, язычник, скажешь, что ветви отломились, чтобы тебе привиться? Да, отломились, но своим неверием, а не потом, будто Бог обязан тебе честью той, ибо ты держишься верой, привившись к корню. Поэтому бойся, потому что привитие не есть дело природы, но веры. Иудеи были сыновьями патриархов по природе, однако неверием отломились. Тем паче бойся ты, привитый, пощадлит ли Бог тебя в случае твоего падения? Послание к римлянам 11 глава 21-23 стихи Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя? Итак, видишь благость и строгость Божия? Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благодати Божией, иначе и ты будешь отсечен, но и те если не пребудут в неверии привьются, потому что Бог силен опять привить их. Толкование не сказал видишь заслугу свою, но благость Божию, ибо все есть дело благодати Божией, и пребывать старайся, не сказал в вере, но в благости. То есть до конца жизни делай достойное человеколюбие Божие. Если не будешь поступать так, то будешь отсечен, таки иудеи были бы привиты, если бы не продолжали оставаться в неверии. Ибо не Бог сначала отсек их, но они сами по себе отпали и отсеклись неверием своим. Говоря, что Бог не пощадил, имеет в виду, что Бог не милует иудеев, но почитает их недостойными общения и общества святых предков. Весьма мудро устрашает Павел язычника тем, что случилось с иудеями, а иудеи примером случившегося с язычниками внушают смелость привиться к вере и обнадеживают его упованием на могущество Божие. Силен, говорит Бог привить их. Он делает все, что превышает надежды наши. Послание к римлянам 11 глава 24 стих. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Толкование. Если рассуждает ты язычник, которому по естеству сродно зло и который имеешь предков подобных дикой маслине, отсечен от них верой, и что было не в природе твоей привит к хорошей маслине, то есть к патриархам, то не тем ли паще возвратиться к своим маслине, то есть к отцам своим иудеям, которому по природе срод добро. Когда же слышишь, что Павел говорит по природе, то понимай, естественно и последовательно, например, естественно было, чтобы сын святого Авраама был свят. Наоборот, выражение не по природе понимай, неестественно и непоследовательно, например, неестественно, чтобы сын скверного язычника был свят. Послание к римлянам, 11 глава, 25-26 стихи. Ибо не хочу оставить вас, братья, в невидении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от счастья, до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Толкование тайной называют здесь неведомое и сокровенное. В чем же состоит эта тайна? В том, что евреи не все уверовали, но отчасти ожесточились. Из них уверовали многие, о которых, как выше сказано, наперед знал Бог, и многие уверуют впоследствии, ибо израильтяне ожесточились, пока спасутся все предузданные Богом язычники. Тогда и Израиль весь спасется, очевидно уверовав. Дослание к римлянам, 11 глава, 27 стих. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Толкование. Опять приводит Исайю, который восклицает, что придет от Сиона могущий спасти и очистить грехи израильтян. Когда же это будет, когда сниму с них грехи их, то есть когда удостою их отпущения посредством крещения. Посему, хотя не получили они отпущения грехов теперь, ибо ожесточены, но это исполнится впоследствии. Послание к римлянам, 11 глава, 28-29 стихи. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божии не приложены. Толкование. Поскольку, говорит, вы покорились Евангелию и приняты Богом, то они стали упорнее и более отшатнулись и сделались врагами. Но так как и предки их изначало избраны Богом, то Бог не попустит им погибнуть совершенно, ибо они возлюбленные, но примет их, если уверуют. Послание к римлянам, 11 глава, 30-31 стихи. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Толкование «Вы, говорит, называвшиеся прежде язычниками, не захотели послушаться, поэтому избраны были и получили закон иудеи. Опять, когда призваны были иудеи и не послушались Христа, избраны и помилованы вы, но помилование нас будет и не их помилованием. Они будут соревновать вам и уверуют и таким образом удостоятся вашего помилования. Послание к римлянам, 11 глава, 32 стих. «Ибо всех заключил Бог в непослушании, чтобы всех помиловать, толкование, то есть обличил, объявил непослушными, чтобы спасти одних упорством других. Ибо прежде, когда непослушны были язычники, спас, как сказано евреев. Опять, когда не послушались Христа иудеи, спасены язычники. Когда же спасены язычники, спасутся, соревнуя им и иудеи, и таким образом все будут помилованы». Послание к римлянам, 11 глава, 33 стих. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его?» Толкование. «Размышляя о домостроительстве Божиих от начала мира, о том, как Бог устрояет противоположное через противоположное и посредством одних непокорных показывает покорными других, пришел в изумление, удостоверяя тем, что тот, кто так устрояет дела наши, непременно устроит и будущее спасения иудеев. Богатством называют благость, глубина которой только приводит в изумление, а величие которой неизвестно, ибо обогатить так язычников есть дело богатства. Вместе с благостью изумляется и премудрость, посредством которой Бог управляет жизнью нашей и умудрил невежественных язычников, и ведению, посредством которого Он знает, что полезно каждому. о путях же не сказал непостижимы, но неисследимы, то есть не могут даже быть исследуемы. Пути его, то есть способны домостроительства, не только не могут быть постигнуты, но даже исследованы, то есть нельзя даже видеть следа их. послание к римлянам, 11 глава 34-35 стихи. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать. Толкование. Один Он говорит, знает дела свои, а кроме Него никто другой. Будущий премудр, Он не от совета с другим заимствует премудрость, но Сам по Себе был и есть самодостаточен. Он же есть и источник всех благ, и что только дает, дает не как обязанный вознаграждать, подобно взявшему что у другого, но по своей благости. Ибо кто дал Ему наперед, то есть Богу, чтобы воздалась Ему, то есть чтобы даруемое Богом благодеяние почиталось римлянам 11 глава 36 стих Ибо все из Него им и к Нему Ему слава во веки Аминь Толкование Он Сам есть источник всего Это значит из Него Он и поддержка всего что значит им Все имеет начало от Него Им сотворено И все стоит и держится опираясь на нем как на основании как У Павла в обычии заканчивают речь благодарением когда говорит Он о чем нибудь важном так поступает Он и теперь так как Он исполнился изумления благости премудрости ведению и способом домостроительства Божия то и славословит наконец Бога научая тем и нас благодарить Бога за великие блага и прославлять Его словами и жизнью глава 12 стих 1 Итак умоляю вас братья милосердием Божиим представьте тела ваших жертву живую святую благоугодную Богу для разумного служения вашего толкование достаточно побеседовав о догматах переходит наконец к нравственному учению учению так как показал неизреченное домостроительство нас и благость Божия то умоляют милосердием Божиим то есть самое милосердие Божие представляет умоляющим чтобы хотя его устыдились и не обнаруживали ничего достойного аонова о чем же умоляют о том чтобы мы представили тела свои то есть отдали их на брань так обыкновенно выражается в простореще полководец представил войска свои на войну иначе мы должны представить члены свои Богу как царю безукоризненными и наилучшими ибо таковые предстоят царю потом мы должны представить их жертву живую ибо когда умерщвляем их тогда живем по духу и так жертва иудейская неблагоугодна Богу к чему мне сказано множество жертв ваших пророк Исаия 1 глава 12 стих но жертвы верующих то есть словесного услужения сильно требует Бог принеси Богу сказано жертву хвалы псалом 19 стих 14 и кто приносит жертву хвалу то чтит меня псалом 49 стих 23 а состоит разумное служение не в том только чтобы обращаться к Богу посредством слова но и в том чтобы жить по христиански чтобы не царствовал в нас никакая бессловесная страсть но всем управлял ум и чтобы каждый был как бы архиереем для самого себя заколая кроющийся внутри себя зло предоставляя себя всегда стоящим пред Богом и трепещат страха при всяком действии и слове подобно первосвященнику предстоящему жертвенника Божия все спасибо спасибо Продолжение следует...